Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Громкое задержание этой недели в Москве был задержан заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин. По сведениям инсайдеров, ему могут инкриминировать мошенничество с использованием служебного положения. По данным ТАСС, в краевом правительстве прошли обыски, а агентство Банкфакс сообщило, что задержали Кибардина якобы при получении 18 миллионов рублей от неизвестного лица. Заместитель председателя регионального правительства Денис Губин накануне сообщил ТАСС, что в данный момент в правительство края официальной информации о задержании Кибардина не поступало. Он добавил, что по его данным от должности зампред не отстранен. На эту должность Кибардин был назначен в октябре 2018 года. Вторая волна паводка началась по югу края. На реке Катунь в районе Сросток уровень воды уже в эти выходные может подняться до 550 сантиметров. Опасным здесь считается уровень уже в 530 сантиметров. В период с 19 по 21 мая продолжится подъем уровня воды в районе станции Усчерышская до отметок в 550-590 сантиметров. Опасная отметка на этом участке 580 сантиметров. Возможно подтопление прибрежных территорий. МЧС региона предупреждает о возможных подтоплениях и рекомендует звонить в экстренные службы по телефону 112. О Алтайском гидромедцентре нашему корреспонденту подтвердили, что вторая волна паводка в этом году придет раньше. И уже известно, что критический уровень воды точно будет превышен как минимум вблизи двух населенных пунктов. Это в случае развития благоприятного сценария событий. Не исключен и худший, от чего он зависит. И каков риск повторения небывалого паводка 2014-го, знает Елена Макаренко. Вода пошла вверх. Вот уже который день опи в районе Барнаула прибавляет по несколько сантиметров. Бия вблизи Бийска сразу по полметра за сутки. Коренная вода, она уже пошла. Другое дело, что она идет пока на территории республики Алтай, с учетом сроков добегания. Но тем не менее, можно говорить, что в ближайшую неделю у нас уже начнет формироваться вторая волна весеннего половодия. И это в среднем на неделю раньше, чем обычно. Уже через несколько дней специалисты ждут мощного притока воды в реках края. Пик половодия придется на период с 20 мая до начала июня. Максимальная отметка будет превышена в районе Сросток и Барнаула. При благоприятном стечении обстоятельств на 30 сантиметров. При худшем сценарии спрогнозировать сложно. Снега в горах больше нормы. И если его таяние совпадет с обильными и продолжительными осадками, резкий подъем воды обеспечен. Но повторения небывалого паводка 2014 все же не ждут. То была аномальная ситуация, которой не было за всю историю гидрометнаблюдений. И она сформировалась уже при условии, что в горах вообще не было практически никаких снегозапасов. Это был чисто дождевой паводок, сформировавшийся для того, что в течение двух недель на территорию республики Алтай выпало несколько месячных норм осадков. И та ситуация ни коим образом, пока, к счастью, с нашим годом не перекликается. Обильные осадки в горах пройдут сегодня завтра и 19-20 мая, говорят в гидрометцентре. Точную долгосрочную картину событий составить невозможно. Но прогноз по большой воде, подчеркивают синоптики, доведен до всех соответствующих структур. Сезон активности клещей достиг пика. Число пострадавших от шлинистоногих этой весной по сравнению с прошлым годом увеличилось в регионе примерно на 15%. Лишь за прошлую неделю свыше тысячи жителей Алтайского края обратились в медучреждения с жалобами на присасывание. Когда активность кровососущих пойдет на спад, и где уже можно практически безопасно гулять, расскажет Данил Кузнецов. Почти 2400 случаев присасывания клещей. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, цифры этого года действительно выше, чем прошлого. В 2023 число укушенных было примерно на 15% меньше. Специалисты говорят, клещей действительно стало больше и называют причины роста их численности. Среди заболеваний от укуса одно из самых распространенных – сибирский клещевой ТИФ. Роспотребнадзора ежегодно фиксирует около 400 случаев. А вот число заражений клещевым энцефалитом в последнее время уменьшилось из-за наработанной практики приема иммуноглобулина. Эксодовый клещевой боррелиоз передается примерно от каждого пятого кровососа. Эксодовый клещевой боррелиоз до некоторых пор был 10-12 случаев. Сейчас идет рост в связи с тем, что в клещах размножается больше этого возбудителя, он становится более зараженным, люди страдают и не своевременно пролечиваются. Эксперты по-прежнему рекомендуют после прогулок по лесу и не только осматривать и себя, и животных. Клещи по-прежнему активны, и это продолжится весь летний период и в начале осени. Но проблему частично решают. В Алтайском крае обработано уже свыше 70% зеленых зон. В это число входят парки, скверы, санатории, базы отдыха и туристические комплексы. Детские сады и пришкольные лагеря планируют обеззаразить до конца мая. По темпам роста цен на жилье Барнаул сравнялся с набережными Челнами и Сочи. Об этом заявляют эксперты сферы. Несмотря на обвал рынка недвижимости, в этом году изменений динамики специалисты не ждут. Причем даже после отменной льготной ипотеки. Программа по ней завершится уже в июле о последних тенденциях рынка недвижимости и почему именно в Барнауле цены на квартиры растут как на дрожжах. В нашем следующем сюжете. Индустриальный район, новостройки. Глядя на то, сколько их, и не подумаешь, что квартиру купить сейчас в новом доме будет проблематично даже на этапе котлована. Вот если вы сейчас решите приобрести себе студию или однокомнатную квартиру, вы сделаете это с большим трудом. А через месяц, когда подойдет к плотному окончанию льготной ипотеки, скорее всего ни одной однокомнатной квартиры в Барнауле не найдете на стадии строительства. А все потому, что спрос в разы превышает предложения. В Барнауле, к примеру, жилья сегодня строится в 5 раз меньше, чем 10 лет назад, говорят эксперты рынка недвижимости. На фоне дефицита жилья квадратный метр становится золотым. И даже отмена льготной семейной ипотеки, призванный рынок охладить, темпы роста цен особо не затормозит, убеждены специалисты. Цены на жилье не упадут. Мы встречаем такую тенденцию, что к нам клиенты приходят и говорят, мы ждем сейчас отменять льготную ипотеку, цены упадут. Нет, они не упадут. Мы наблюдаем, что на вторичном рынке, что на новостройках есть небольшой рост, даже вот за 2024 год. По итогам трех месяцев 2024 года мы видим, что Барнаул вошел в тройку лидеров городов по росту цен на рынке недвижимости. То есть, представляете, цены больше всего растут в Сочи, в набережных Челнах и в Барнауле. Средняя стоимость квадратного метра в Барнауле догнала уже Новосибирск. И сегодня каждая десятая сделка жителями края – покупка недвижимости в столице Сибири. Кто-то покупает его для сдачи в аренду. Но немало и таких, кто, пользуясь возможностью, переезжает в город-миллионник. Очень много инвесторов уходят в другие регионы. Я считаю, что это основная такая проблема у нас. Нет явного большого интереса со стороны застройщиков. То есть, у нас практически уходит квартальная застройка. И уж тем более мы не видим комплексного развития территории. То, что есть в соседних регионах, в том же Новосибирске, в той же Кемеровской области. Там подходят комплексно и застраивают именно большие массивы. У нас сегодня в основном идет точечная застройка и практически, как уже сказал, нет квартальной. Чтобы по темпам роста цен Барнаул в будущем не сравнялся уже с Дубаем, эксперты призывают власти города и края всячески поддерживать местных застройщиков и подключаться к программам по развитию комплексного развития регионов, как это уже сделали многие субъекты Сибири. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Алтайскому краю предстоит много работы для достижения национальных целей, о которых недавно заявил президент страны. Об этом нашему телеканалу рассказал политолог Константин Лукин. Напомним, недавно Владимир Путин определил 11 нацпроектов для достижения национальных целей развития до 2030 года и перспективу до 2036 года. По сути, эти проекты затрагивают все сферы жизни. Семья, экологическое благополучие, продолжительная жизнь, эффективная транспортная система, технологическое лидерство и не только. Стоит ожидать, что в самое ближайшее время и состав правительства будет переформирован и сформирован конкретно под выполнение именно этих программ. А до конца года мы увидим, что эти программы лягут в основу тех KPI, которые затрагивают деятельность каждого губернатора на территории Российской Федерации. Алтайскому краю также предстоит очень много работы с тем, чтобы выйти как на реализацию этих программ, так и на достижение результатов. Достаточно проблемным будут кадры, потому что мы все знаем, что у нас очень тяжело с кадрами, как в промышленности большая нехватка персонала, не хватает кадров, и об этом говорят в самых высоких трибунтах. Медицина, образование. Один из новых больших проектов, который будет касаться цифровизации и государственного аппарата, и местного самоуправления, и всех отраслей экономики. Здесь краю придется приложить достаточно много усилий, чтобы это сделать. Ну и одна из болевых точек для нас – это транспортная инфраструктура. Это связано, конечно, в первую очередь с нашей большой протяженностью, с большим количеством муниципалитетов, которые необходимо связать с транспортной доступностью. К другим темам. В четверг в Топчихе 16-летний мотоциклист врезался в дерево. Несмотря на то, что водитель был в шлеме, спасти его не удалось. Он скачался в больнице. С начала весны только в Барнауле зафиксировали 8 ДТП с участием мотоциклов. Статистика происшествий с мототранспортом и самокатами растет. Какие последствия могут ждать невнимательных любителей двухколесной техники? И как им помочь в первые минуты после аварии, знает Данил Кузнецов. Два дня назад в похожей ситуации не по своей вине могла оказаться и Анна, пережившая лобовое столкновение. Будь она как знакомой, на мотоцикле все бы закончилось плачевнее. Зачастую водители железных коней, помимо переломов позвоночника и сотрясений, получают кровотечение внутренних органов. Меньше шансов на выживание, по сравнению с автомобилистами, они обеспечивают и пешеходам. В черте города, если эта скорость обычно меньше, чем на мотоцикле, пациент у нас обычно получает так называемые бамперные переломы, то есть когда автомобиль бампером бьет по нижним конечностям. И к этому всегда еще добавляется травма головы. Жертв ДТП в краевой клинической больнице скорой помощи оперируют ежедневно. Мотоциклисты попадают на стол к хирургам стабильно раз в неделю. Однако оказать помощь могут не только врачи, но и неравнодушные очевидцы аварии. Прежде всего нужно убрать пострадавшего из опасной зоны. Нужно тащить либо импровизированные носилки, либо силами нескольких человек, чтобы обеспечить ему стойкое положение спины, то есть не сгибать, не разгибать. Грубо говоря, это несколько человек подставляют руки и вот в таком положении его переносят. Далее нужно действовать по обстоятельствам. Если человек не подает признаков жизни, нужно аккуратно освободить дыхательные пути и сделать искусственное дыхание. После, если имеются навыки, можно попробовать непрямой массаж сердца. Кстати, пик аварии с мотоциклистами традиционно приходится на открытие сезона, когда асфальт не успевает прогреться и сцепление с шинами страдает. В Барнауле первые ДТП с двухколесными начали фиксировать еще в апреле. Однако в мае их стало больше. Уже в мае текущего года произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало шесть человек. Из них двое несовершеннолетних. Один из мотоциклистов разыскивается сотрудниками отделения розыска городской госавтоинспекции. По словам врачей Краевой клинической больницы скорой помощи, любителей двухколесной техники от общего числа пострадавших в ДТП примерно 20-30%. Притом это соотношение достаточно стабильное на протяжении многих лет. Если не хочешь сменить два колеса, которые возят душу, на четыре колеса инвалидной коляски, то никогда не превышай скорость и всегда старайся надевать экипировку. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. 23 мая Землю накроет очередная довольно сильная магнитная буря. При этом последствия от последней, что произошла на днях, только начинают оценивать. По мнению ученых, она была экстремально мощной. Что происходит с солнечной активностью? И влияют ли магнитные бури на самочувствие людей? В следующем сюжете. Малиновая опь – фантастическое небо цвета маджента. Соцсети пестрят снимками яркого северного сияния, что случилось на днях. За красивейшим природным явлением, шутят комментаторы, теперь не нужно ездить за полярный круг. Вот небо над Яровым, а это Новосибирск. Впрочем, майские причуды из космоса можно было лицезреть практически из любой точки мира. Причина – повышенная солнечная активность и, как следствие, мощная магнитная буря на Земле. Да, тут непосредственная связь имеется. Когда солнечный ветер, эти заряженные частицы взаимодействуют с воздухом, с верхними своими атмосферами, мы наблюдаем северное сияние так называемое. Институты прикладной геофизики уровень магнитной бури оценили как G5, то есть экстремально сильный. Такого не фиксировали 20 лет. И уже оценивают последствия шторма. В Ленинградской области, пишут федеральные СМИ, наблюдали перебои с интернетом, повышенной нагрузке были подвержены космические спутники. А у некоторых барнаульцев геомагнитная буря сказалась на самочувствии. Магнитные бури как-то, вы их ощущаете? Ну да, сегодня утром голова болела. Вы это связываете с ними? Ну, думаю, да. Пришла домой, у меня прям носовое кровоотчение, давление скануло. Головные боли. Прям беспокоят? Беспокоят, да. Слышал, что вроде бы в этом году пик какой-то, вспышка какая-то самая серьезная, но не ощущаю. О влиянии магнитных бурь на здоровье мнения ученых расходятся. К примеру, профессор технического вуза считает, что это больше самовнушение, которому подвержены метеозависимые либо мнительные люди. Солнце волнуется регулярно. При этом ученый признает, цикл активности планеты почему-то сбился. Раньше говорили об 11-летнем цикле, хотя вот последние наблюдения опять-таки говорят, что не совсем соблюдается этот период, происходят какие-то нарушения. К примеру, очередная довольно сильная магнитная буря на Земле, поделился специалист, ожидается уже 23 мая. Но в подобных природных явлениях, подчеркивает ученый-физик, нет ничего критического. Однако череда мощных магнитных ураганов, говорит ряд российских ученых, может повлиять на погоду. Летний зной будут сменять волны арктического холода. Сбудется ли их прогноз на такое вот странное лето, каждый из нас может проверить уже совсем скоро. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Ночь музея сегодня проходит в регионе уже в 18-й раз. Музеи уже распахнули свои двери перед посетителями. Церемония открытия прошла в Барнаульском парке «Центральный». Возможность побывать на мероприятиях есть у каждого. Ведь работают музеи сегодня до 2-х часов ночи. До этого времени будет ходить и общественный транспорт. Стоимость билетов от 50 до 150 рублей. Историческое здание в центре Барнаула продают всего за рубль. За символическую стоимость власти пытаются передать памятник архитектуры в частные руки при условии проведения реконструкции объекта. Но какова цена вопроса на самом деле? И как в так называемой рублевой идее относятся краеведы и инвесторы? Выясняла Елена Макаренко. Центр Барнаула «Красная линия» – памятник деревянного зодчества по улице Пушкина, 45. Его карнизы и наличники до сих пор украшает ажурная резьба. Когда-то под угловой башней размещался красивый балкон. Был оборудован парадный вход. Саму башню венчала кованая решетка с треугольниками и полумесяцем. Некоторые эксперты усматривали в этом масонский символ. При этом, по одной из версий, в этом доме проживал священнослужитель поп Петропавловского собора. Дом Петра Казакова, как и большинство старинных зданий, оброс легендами. Но это только в плюс, считает известный краевед и экскурсовод Данил Дегтярев. Чем интереснее судьба постройки, тем больше желающих познать ее историю. Особенно, когда прежде заброшенная усадьба превращается и начинает вторую жизнь. Первая у дома, рожденного сразу после революции, была неровной. Впрочем, это прослеживается и в архитектуре строения. Одной из особенностей этого здания является его асимметричность. И вот вы можете видеть со стороны улицы Пушкина деревянный фронтон, тоже украшенный резьбой. А со стороны соборной площади здесь такого нет, и там окон меньше. Вот уже больше 10 лет, как памятник архитектуры регионального значения является аварийным. Спасти его от разрушения может заботливый хозяин. Здание выставили на аукцион всего за рубль. Но собственник обязан будет провести срочный ремонт цоколя, стен и крыши, а также отреставрировать внешнее резное убранство. Здесь крыша есть, здесь окна есть, здесь двери есть. В принципе, здание целое. Да, там нужно будет архитектурные элементы менять, там бревна, наверное, менять, потому что вот трухлявое все здесь сыпется. Но здесь это вполне реально. И в принципе, вот здание в таком состоянии, но, допустим, в не самом лучшем, но еще не слишком разрушенном. Вполне хорошая практика продавать за рубль. Почему нет? Архитектура за рубль – не первая практика для Барнаула. Ранее по такой стоимости фонд имущества края выставлял на аукцион известный торговый дом Сухов и Сыновья. Четыре года на лод с историей никто не заарился. Но как только земельный участок сняли с продажи и предложили в аренду, претендентов нашлось немало. И рубль в итоге превратился в миллионы. Своё здание я купил за 7 миллионов 777 тысяч, 777 рублей. Это только здание. Землю я не покупал, она в аренде у меня находится сейчас. Собственник здания четвертый год реставрирует объект благодаря льготному кредиту. Но сегодня, говорит инвестор, процентные ставки заметно выросли. Поддержать частников могла бы региональная целевая программа по восстановлению памятников архитектуры. Отвлекать большие суммы на восстановление, понятное дело, крайне не очень способен. Но если говорить про субсидирование процентной ставки по кредиту, и чтобы предприниматель мог получить эти деньги в качестве кредита, по низкой ставке, и вернуть потом эти деньги государству, я думаю, это очень разумно было бы. Известно, что кроме ажурного дома на Пушкино продать за рубль хотят еще несколько памятников архитектуры. Власти уверены, что это реальный шанс сохранить историю. Но чтобы развалины превратить в городские жемчужины, мало их приобрести, нужно еще отполировать. А это тоже далеко не грошевые деньги. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Большому футболу все-таки быть. Комиссия футбольной национальной лиги сняла запрет на проведение матчей на Барнаульском стадионе «Динамо». Свою первую домашнюю игру наши проведут против одноименной команды «Динамо» из Кирова. Напомним, в апреле комиссия ФНЛ запретила проводить матч на главном стадионе «Краевой столицы». Причина – плохое состояние газона, травяного покрова всего 45%, что могло пагубно сказаться на качестве трансляции. Однако после очередного заседания по оценке качества футбольного поля Барнаульского стадиона состояние газона все же признали удовлетворительным. Специалисты клуба ежедневно его поливают, засеивают проблемные зоны и раскидывают песок. Так что матч «Динамо-Барнаул» – «Динамо-Киров» состоится на домашнем поле уже 25 мая. На следующей неделе 80 лет исполняется Государственная филармония Алтайского края. Музыканты готовятся сразу к четырем концертам, посвященным Большому юбилею. Они состоятся 21 и 28 мая, 6 и 14 июня. О тех, кто сегодня в регионе продвигает академическую музыку, и не только ее, рассказала Елена Наточи в интервью нашей съемочной группе. «Филармония появилась в Алтайском крае одновременно с десятком филармоний по всей стране. А это был 1944 год, Великая Отечественная война. Страна была истощена совершенно. Очень было много других хлопот и забот. А в Барнауле в это время очень много эвакуированных артистов. Их действительно очень много. И маленькое концертное бюро просто уже не справляется с потоком работы. А в тот момент мы бы сказали сейчас слово «монополия», а тогда это была государственная история. То есть все билеты шли только через концертное бюро, все вот эти вот организации. Здесь, в этом здании Народного дома, был театр Таирова, который, к сожалению, был достаточно жестко закрыт. Соединение музыки и литературы в тот момент был очень важен. Сюда приезжал Константин Паустовский. Сюда приезжал из Новосибирска Георгий Свиридов. И они готовили здесь спектакль вместе. Театр Таирова его поставил. Он был, естественно, на злобу дня. То есть он был о войне, о каких-то там всевозможных подвигах. К сожалению, не сохранился спектакль. Мы не знаем доподлинно, что же там происходило. Но примерно представляю, что в этот момент показывал кинематографы, какие спектакли давали, что-то типа «6 часов вечера после войны». Вот такой вот был красивый спектакль. И поэтому вот это место, оно было сосредоточием культуры Алтайского края. Давал свои концерты великие, я не побоюсь этого слова, симфонический оркестр Ленинградской филармонии под руководством Равинского. Здесь перебывали все артисты. И все они, вот, например, Театр Таирова именно отсюда формировал свои концертные бригады и отправлялся на фронт. Причем они были все время на передовой выступали. И то же самое наши артисты, которые только появились, они уже тоже поехали и выступали, естественно, уже в госпиталях, потому что уже далеко продвинулась Красная Армия в тот момент. И очень было все это таким, знаете, вот, большим движущимся организмом, постоянно выезжающим, постоянно дающим спектакль. Вот здесь именно Театр Драмы был вот этот вот замечательный. И наш немножко двигался в сторону Театра Драмы, который здесь находился. У филармонии не было здесь своего помещения. Они находились вот здесь в соседнем довольно старом здании. И все это, сотовых телефонов не было. Не было, естественно, никаких печатных таких устройств, кроме вот машинки, которые тоже не быстро печатало. Но все работало, люди работали с утра до ночи. Потому что так работал весь, вся страна так работала. Огромное количество людей, которые приехали сюда, инженерно-технические работники, которые приехали, восстанавливали производство, рабочие, везде, на всех площадках выступали артисты. И не было разницы между тем, кто приехал, и между своими, кто только вот еще становился профессиональным артистом. Быстро-быстро люди вставали вот на эту самую колею, учили программу, работали. Они были целенаправленные, многие были как агитки, а многие были настоящие. И пели классику, и играли классику. И все это было одновременно. И вот так вот таким вот резким, большим движением начала открылась филармония Алтайского края. И Кац, и Абрин, и Росинский. Все сидели в симфоническом оркестре. Все наши вот такие вот замечательные мэтры. Вот те, кого уже нет, к сожалению, с нами. Можно имена вспомнить таких, как Трингеншо. Здесь очень большой такой вот замечательный коллектив. Они ругались, они мирились, они создавали какие-то вещи. Что-то получалось, что-то не очень. Иногда ругали, говорили, ой, как плохо. Иногда восхищались, говорили, как замечательно. Но это была настоящая культурная жизнь. И у нас потом появился другой уже коллектив с другим направлением. Уже к цели не ближе коллектив под названием ансамбль русского танца «Огоньки». Который тоже создавали по-государственному, по-настоящему. Давали сразу квартиры специалистам, которые приехали. Все это было так направлено на то, чтобы это был сразу мощный танцевальный коллектив. Вот не по кусочкам, не по каким-то там откуда-то. А именно вот такой большой, с большой программой. Приезжали очень хорошие постановщики. Сам Гарри Полевой, замечательный постановщик был до сих пор. Мы сохраняем, бережем танцы, которые он поставил. Последние наши все выступления «Огоньков» показывают, что мы уровневые. Мы проехали все золотое кольцо фактически. Ну, как бы родину этого самого русского танца. И нас встречали овациями, зал вставал. Это потрясающе, это дорогого стоило. Потому что этот жанр сохранить непросто. У нас замечательный есть коллектив «Камеранс». Это камерный оркестр. Тоже у нас руководитель Марина Нехорошева, которая создала его. Она долго билась, чтобы вот он появился. Поскольку она сама по своему призванию, по своей такой вот, как бы, ну, такой харизме. Она педагог все-таки, и все ее студенты, они, знаете, как-то по цепочке идут и постепенно встают. И они, конечно, им разных нет в создании вот таких детских программ классической музыки. Расскажите, пожалуйста, ну, что же у нас увидят зрители и слушатели на юбилейных концертах? Вот про 21 мая я начала уже рассказывать. Это очень такой вот большой подарок от, конечно же, правительства Алтайского края. Все эти концерты. Это поддержка наша финансовая и поддержка от города Москвы. И театр Немировича Данченко нас поддержал, и Московская филармония. 21-го к нам приезжают солисты театра Немировича Данченко, замечательные певцы. Это их примы. Зуев и Петрожицкая. Причем с очень, можно сказать, почти серьезной программой. То есть они поют, конечно, в опередку, но уже в конце. А все-таки мы поем такие большие эпизоды из оперы. Но это во втором отделении. В первом отделении мы как раз кусочки расскажем истории филармонии. Небольшие такие моменты. И обязательно попытаемся воспроизвести. Это не очень большой момент, что мы планируем выпустить потом целый цикл программ к юбилею победы, к 80-летию победы. Потому что это серьезнейшая дата, которая нас ждет в следующем году. А потом 28-го мая к нам приезжает замечательная пианистка. Такая топовая пианистка, сейчас бы сказали молодежь. Да, такая интересная. Это Екатерина Мечетина. Она у нас уже была несколько раз в филармонии. Ее концерты невероятно востребованы в стране. Она работает в самых лучших залах. И поэтому я думаю, что наша публика должна поддержать нас в этом смысле. Ну и симфонии. Будем играть интересную, очень современную музыку. Будет звучать в ее исполнении концерт Родиона Щедрина. Кстати, Родион Щедрин к ней невероятно трепетно относится. И даже написал для нее концерт. А уже у нас идем в июнь. Это уже подарок будет от Московской филармонии. Нам помогает Московская филармония привезти Новосибирский камерный оркестр. Вот такая странная история. Новосибирский камерный оркестр, который вместе с артистом, которого лично я очень уважаю и очень люблю, потому что это потрясающий драматический актер Сергей Чунишвили. Он будет читать отрывки из Евгения Онегина. Он будет читать сказки Александра Сергеевича Пушкина. И в этот самый день как раз будет день рождения великого русского поэта. Есть у вас планы на расширение репертуара в сторону современной музыки? Это, понимаете, у нас такого вот, вот мы специально планы по расширению репертуара, может быть, мы могли бы себе позволить, но мы не библиотека. Мы работаем с артистами, с тем, что у нас позволяет возможность, допустим, есть такая возможность у оркестра. Вот мы исполняли, недавно у нас был потрясающий концерт, посвященный Рериху. И вот появилась такая необходимость исполнить «Весну священную» Стравенского, мы играли большой эпизод, и поэм «Экстаза» Скрябина, где нужно 8 волторн. Соответственно, мы их приглашали из города Новосибирска, вот такой собирали состав. Но мы не всегда же можем себе это позволить, такую историю. Поэтому мы, конечно, идет это, в первую очередь, от исполнителя. Если дирижер, или там, как бы, ну, есть огромное желание, вот сыграть, не знаю, там, ну, мы, кстати, много очень играем в современной музыке, и наш дирижер Дмитрий Григорьевич, он очень любит современную музыку. Но мне бы больше хотелось как раз классики, потому что именно на этом уровень оркестра очень хорошо подтягивается. Сейчас пишут современную музыку в основном, очень мало симфоний и очень мало концертов, потому что все стараются работать. Сейчас вот эта визуализация, и особенно кинематограф определенный, который как раз давал средства для существования композитора, композитор же не может просто так сидеть, ничего не есть, не пить, а только писать музыку. Он же должен чем-то зарабатывать, поэтому он востребован в кино. Вот наш любимый композитор Дуард Артемьев, с которым мы тут прижили, которого уже нет сейчас вот с нами. Он же очень много именно работал для кино, потому что вот это и есть работа. А если тебе не заканчивается, сейчас, кстати, это основной постулат вообще нашей политики, чтобы все-таки композиторы писали крупные формы. Как меняется публика, настроение, отношение к академической музыке? Может быть, вы замечаете, что там новые какие-то люди появляются в зале, не только постоянные гости? У нас очень своеобразная история, и мы, конечно, смотрим статистически, но все-таки концертов очень много, и они разные, разножанровые, разнонаправленные. Поэтому мы видим, что есть у каждого направления своя публика, которую мы, например, не ожидаем. Иногда появляется на симфонических, иногда вдруг востребован орган. Вот у нас еще большое событие было, когда орган сделали в 1984 году, построили филармонию, а второе – это когда его уже восстановили в 2011. Вот эта вся история тоже очень важна, потому что появляется целое направление концертов. И мы включались в европейскую культуру. Сейчас мы уже определенно можем сказать, что мы находимся именно в такой вот теме под названием. А может быть, есть статистика по возрасту? Наверняка молодеет аудитория. Или приходят люди, подростки, может быть, активнее посещают концерты? Точно знаю, что есть определенные категории молодежи, которые у нас постоянные наши зрители. И даже есть у нас 13 лет, 14, 15. Это ребята, которые учатся в музыкальных школах. Или кто-то уже, так сказать, пытается это сделать, в своей профессии уже в музыкальном колледже учится. Или это, например, как ни странно, рокеры, которые ходят на джазовое направление. Они любят гитаристов, они там в этом разбираются. Они уже вот в эту сторону. Они попадают и на классику, потому что у нас часто очень пересекаются вещи про пинг-флойд. Это наше большое было огромное желание привлечь определенную публику к симфоническому оркестру. Написал всю эту программу вот этот самый виолочелист, виолочелист Денис Шаповалов. Он подвижник невероятной именно классической музыки, но в силу вот того, что он, во-первых, композитор и он дирижер. И понимая вот эту вот потребность публики в каких-то новых движениях, была именно эта программа сделана. И она свою роль сыграла, потому что приходит публика, и она уже начинает не бояться симфонического оркестра. То есть, оказывается, можно и вот этот материал вот так подать. И сейчас очень модно, чтобы к нам приезжали всевозможные рокеры, и с ними сел симфонический оркестр. Причем идет такая подмена понятий смешная, потому что «ой, и с симфоническим оркестром, а там сидят три скрипки, три скрипки и еще чего-нибудь, и все». Ну, слово «симфонический оркестр» – это очень громко сказано. Причем там по музыке, поскольку там огромный объем звуковой идет, там не поймешь, они вообще играют. Планируются на следующий, в ближайший год какие-то выездные мероприятия куда-нибудь? Да, мы планируем, но я сейчас боюсь загадывать, потому что это всегда финансирование очень сложное. Мы очень хотим поехать в Китай, мы хотим поехать в Екатеринбург на большой фон симфонических оркестров. Ну, а как получится, не знаю. У «Огоньков» тоже планируем. В этом году они еще должны у нас поехать в Поволжье. В том числе мы будем в Астрахани обязательно, нас там уже ждут. Это замечательная система Росконцерта, которая включилась, потому что всегда в филармонии работали с вот этими организациями. Это был Росконцерт и Союзконцерт. И вот сейчас восстанавливаются потрясающие вот эти работающие организации, с которыми мы ездим. Не всегда это прям так гладко, но зато это очень большая поддержка и финансовая в том числе. Продолжение следует...